Снова будет шикасно переигрывать. Всем привет, друзья! С вами снова я, команда Александр. Это Секреты.Про. И вы смотрите мой личный Олег Дебоа-блог. Я очень давно обещал выпустить данную рубрику, еще до перерыва. Мне очень много людей писало, спрашивало, какие дополнительные добавки, продукты можно включить в ежедневный рацион каждого человека. И именно поэтому я составил, на мой взгляд, топ-10 продуктов. Еще раз повторюсь, это лично мое мнение, я никому его не навязываю, ни в коем случае. Вы можете согласиться с ним, либо просто пройти мимо. Давайте начнем. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о МСТ масла. Что же это? Это вид синтетического диетического жира, который впервые получили фармацевтической промышленности из кокосового масла в 1950-х годах. Лечение пациентов, не способных переваривать обычные жиры. Исследования показали, что среднецепочные триглицериды могут ускорить процесс сжигания калорий, а значит и уменьшить жировую прослойку. Однако при этом половина всех калорий в рациона должна поступать от этих триглицеридов. Триглицериды со средней длиной цепочки Middle Chain Triglycerids или МСТ это довольно малоизвестная на сегодняшний день добавка для бодибилдеров и фитнесистов. Они представляют собой уникальный тип жиров, который оказывает широкий спектр полезных свойств. Они помогают увеличить сухую мышечную массу, уменьшить избыточные жировые отложения, дают энергию для предсоревновательных тренировок. Несмотря на их огромную практическую пользу, удивительно, что так мало людей знают о них. Вероятно, потому что маркетологи не сочли данные жиры перспективным капиталовложением. И они так и остались в тени. Ведь реклама – это двигатель торговли. Об этом все знают. Исследователи из Ротчерского университета изучили такую возможность. Во время эксперимента, в котором участвовало семь здоровых мужчин, они должны были установить, способен ли единичный прием МСТ ускорить обмен веществ по сравнению с приемом ЛСТ. ЛСТ – это Long Chain Triglycerides, то есть триглицериды с длинной цепочкой. Они обеспечивают организм насыщенными жирными кислотами, но менее быстрые, чем триглицериды со средней длиной цепочкой. МСТ также, в свою очередь, быстрее гидролизуются и больно и полно окисляются в отличие от ЛСТ. Но вернемся к исследованию. Участники съедали тестовые блюда, включающие 48 грамм МСТ или 45 грамм кукурузного масла в разное время, каждые в отдельные дни. В процессе эксперимента скорость обмена веществ в течение 6 часов после приема блюда МСТ увеличилась на 12%, а после приема пищи с ЛСТ лишь на 4. Кроме того, концентрация триглицеридов в плазме жидкой части крови после употребления ЛСТ повысилась на 68%, но не изменилась после приема МСТ. Данное открытие подвело ученых к выводу о том, что замещение масел ЛСТ маслами МСТ в течение продолжительного периода времени может быть эффективным средством снижения веса. Считается, что дополнительное употребление МСТ позволит излечь максимальную пользу из низкоуглеводной диеты, помогая сохранить при этом мышечную ткань, поскольку их метаболизм проходит так же, как и у углеводов. Организм использует МСТ в первую очередь в качестве горючего при тяжелых тренировках. Это помогает увеличить до максимума работоспособность, сохраняя запасы гликогена для будущих тренировок. Для наилучших результатов попробуйте заменить углеводы на МСТ из расчета одинакового числа калорий и поддерживаете прием белка на уровне не менее 2 грамм на 1 килограмм собственного веса. Это что касаемо исследования о влиянии углеводов и жиров для тренировок и восстановления, проведенное в 2004 году. Кроме того, исследования показывают, что МСТ повышает уровень гормона роста. По результатам эксперимента о влиянии на инсулин и гормона роста средней длинной цепи инфреглицеридов было выявлено, что уровень гормона роста повышался на целых 900% через несколько часов после употребления его участниками МСТ. Во время предсоревновательного периода МСТ масла также сыграет немаловажную роль, поскольку они абсорбируются в кровоток так же быстро, как и глюкоза. Они обладают такими же основными свойствами, как и углеводы. Это не только помогает предотвратить негативные эффекты кетоза, но и позволяет провести последние несколько тренировок, не достигая полного утомления. По некоторым данным, среднецепочные жирные кислоты способствуют сохранению ДЛК. Это особенно верно на начальной стадии низкокалорийной и низкоуглеводной диеты по Лайвелу Макдональду, Утимаидай 2. Есть свидетельства о положительном влиянии МСТ масел на контроль аппетита. Так, в одном 14-дневном исследовании шести здоровым мужчинам, добровольцам, был разрешен неограниченный доступ к одной из трех диет с низким содержанием, со средним и высоким содержанием МСТ. На диете с высоким содержанием калорийность потребления была значительно ниже, что позволило ученым сделать вывод, что частичная замена прочих жиров на диете в пользу преобладания МСТ жиров может сохранить избыточное потребление калорий и как следствие увеличение веса на высококалорийных диетах. Поэтому, что касаемо натуралов и не соревнующихся спортсменов, данная добавка будет просто открытием. Но, а на соревновательном уровне, несомненно, даст тоже свои плюсы, о которых мы говорили выше. Если вы все-таки решились попробовать включить в ваш рацион МСТ масла, то, скорее всего, вы не пожалеете о своем выборе, я вас уверяю. Давайте теперь разберем их источники, которые к ним можно отнести. В первую очередь, это кокосовое масло. Второе, кокосовое молоко, сливки. Консервированные, но желательно холодного отжима. Далее, это кокосовое масло или манна. Кокос, его мякоть или стружка. МСТ масло в жидком виде или в капсулах. Большой выбор, где можно посмотреть, это крупные заграничные ресурсы наподобие эхерба. В природных источниках содержание МСТ масел может значительно различаться, но, как правило, не превышает 50% от состава всех видов жиров. МСТ, продаваемые в жидком виде и в капсулах, содержат, естественно, только МСТ масла. По применению все довольно-таки просто. Начать можно с 50 мл в день. Если вам неприятен сам вкус масла, но вы выбрали именно жидкий, его можно комбинировать с натуральными пищевыми добавками. Первоначально МСТ может вызвать небольшой дискомфорт и расстройство желудка. Правда, далеко не у всех. Но, чтобы избавиться от данной неприятности, я рекомендую принимать вместе с пищей, а не на пустой желудок. Можно добавить пищу, почему бы и нет. Также это поможет улучшить его абсорбцию. На сегодня это все, друзья, что я хотел вам рассказать. Для тех, кто интересовался, моя подготовка продолжается, форма уже восстанавливается. Спасибо всем тем, кто мне помогает. Также отдельно хотел поблагодарить компанию Ergo за предоставленную качественную продукцию. И если вы хотите узнать секреты мастеров Ergo и получить бесплатные консультации трениров команды по тренировкам, фармакологии или питанию, то ссылки будут указаны под этим видео. И первые 10 обращившихся от меня получат бесплатную консультацию. В ближайших выпусках мы разберем еще один интересный, по моему мнению, продукт. А также будет второй отчет о применении миноксидиона. Спасибо всем тем, кто остается с нами. Подписывайтесь на мой канал, канал Секреты Про. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И помните, жиры это не враги, а наши друзья. Всем пока.